Всем привет! Рад всех приветствовать. Смотрю, народ подтягивается. Меня зовут Полишин Константин. Я старший специалист отдела тестирования и прикновения путь этих технологий команды по T-SWRM. Возможно, кто-то меня знает по выступлению на Sandov Talks с докладом. Возможно, кто-то трансляцию смотрел, запись. 8 тысяч просмотров набралось откуда-то. У меня достаточно будет быстрое повествование, потому что материал подбит секунду в секунду. Возможно, в какие-то моменты начнут тараторить. За это извиняюсь. О чем и что будет в докладе? Мы поговорим про тенденции и статистику наших рейтинг-проектов, почему phishings attachment, это мы бетон, актуальные способы доставки и хранения полезной нагрузки, актуальные способы получения начального доступа. Это, конечно, можно объединить одним термином initial access, но я немножко разделяю способы доставки, хранения и уже способы получения начального доступа. Это steel credentials и техники обхода двухфакторной амплификации. Это киллчейны в дикой природе и методы, как повысить эффективность своего киллчейна. Зачем и почему? На самом деле у меня накопилось достаточно много причин. В нашем комьюнити угренилось восприятие социальной инженерии как нечто гуманитарное, что для реализации этого достаточно по гуглу или 20 часа воспользоваться репозиториями на гитхабе. Но, однако, целевой phishing в 2023 году, ну и в 2022, в 2021, это огромная область стыка и симбиоза разноплановых технических навыков, разных вариаций полезных нагрузок, разных способов получения начального доступа и многого другого, а не только чтения книг Митника. Во время подготовки этого материала мне пришло в ВЛС сообщение. Вот такое сообщение, которое вы можете видеть на слайде. На самом деле было его забавно получить, потому что человек не знал, что я отвечаю за экспертизу социалки в позитиве. И он искренне интересовался, зачем мы ищем сотрудников, набираем команду в социальной инженерии, просто разослать письма, навыков никаких не требует. Все это я делю на какие-то глобальные и основные для себя цели. Глобальные – это поменять восприятие, это создать конкуренцию на рынке социалки, то есть с помощью посредством шеринга, экспертизы, и побудить вендоров-производителей продуктов кибербезопасности, конкретно почтовых, более серьезной и качественной относиться к разработке таких продуктов, как Sandbox, как email security gateway, на которых установлены антифишинг, антиспам и так далее. Начнем с немного занудного, с статистики, чтобы понимать тенденции, куда движется наше направление, что в нем есть. Контраст между социалкой пентестовой, условно, проверкой осведомленности, и социалкой на ретим-проекте, она очень явная. И для того, чтобы оценивать ретим-социалку, нужны иные метрики и критерии, чем для проверки осведомленности. Так как при проверке осведомленности обычной пентеста все используются ряд условий, как вайт-лист домена, проверка отработки полезной нагрузки соответственным сотрудникам со стороны компании, что успешно доставляются письма, мы успешно фиксируем, что там открываются файлы, происходят отстуки. Естественно, на ретиме у нас такой возможности нет. У нас есть возможность только пробиваться, пробиваться через SSA-ZE, ну и подходить творчески. Статистику я разделил на разные типы ретим-социалка. Это сперфишинг, когда мы пробиваемся просто с внешки, то есть проходим через SSA-ZE. Это internal phishing, internal phishing плюс vision, smishing в телеграмме, и vision плюс mission также в телеграмме. Ну или в любом другом мессенджере, где вам удобнее. Цифры, метрики, нюансы. Основная количественная метрика – это, естественно, доставленные письма для пользователя с полезной нагрузкой, то есть боевая рассылка. Тут такие нюансы, что не учитывались статистики письма, которые использовались для разведки, идентификации SSA-ZE, то есть что расположено на почтовом шлюзе, есть ли наличие песочницы, что вообще есть. Также не учитывались письма, где мы применяли социалку в качестве отличения сока. И качественные метрики – это, естественно, получение начального доступа к внутренней корпоративной структуре, пробивы и полученные креды. Отсюда я убрал из статистики переходы по ссылкам и ответы пользователей на наши письма, потому что я почитал, что это немного косвенно отражается на оценке защищенности компании, это больше несет отладочный импакт как для нас и для атакующих, что мы понимаем, условно, у нас туман войны, мы закинули письма, не понимаем, что происходит, а тут начинают пользователи отвечать, присылать скриншоты, у нас вот это не запустилось, вот это не запустилось, и мы понимаем, что нам нужно доработать. Цифры получились следующими. Тут нужно понимать, что при спирофишинге у нас целеполагание обычно получить креды, чтобы рассылать из доверенной среды, то есть делать интернал фишинг. Также есть такой заметный момент, что при использовании вишинга, то есть голосового воздействия на сотрудника, на нашу жертву, результативность возрастает. И еще один момент, то, что очень эффективен смешинг, ну или мне проще называть это фишингом в Телеграме, нежели чем в почту. В разных компаниях по-разному устроен процесс, кто-то очень посредственно относится к почте, кто-то месяцами не заходит, а Телеграм, вот он в телефоне, он на компьютере, всегда в оперативной доступности. Какие первые тенденции можно отсюда вынести? Это то, что происходит сокращение количества обычных проектов в связи с тем, что заказчикам интересно получить наглядный результат применения ИСЕ, а не получить синтетические цифры, то, что там 60%, 70%, это особо ничем не говорит. В связи с этим у нас появился новый такой тип проектов по социальной инженерии, это демонстрация получения начального доступа, когда мы не просто берем фокус 60 человек, 31 сценарий, 32, мы сами определяем сценарий, определяем вектор достижения, как мы будем показывать получение начального доступа. Ретим тенденция – это то, что таргетированность рассылки сценариев, даже общих, то есть чем больше у нас фокус, на который мы собираемся рассылать, тем больше шанс, что нас палят, что мы попадемся. Это более тщательное формирование, изучение фокус-группы, то есть убираем технических специалистов, пытаемся выявлять уязвимые категории сотрудников. Это комплексная подготовка перед стартом SEA, изучаем, что расположено на почтовом шлюзе, есть ли сэндбокс, какой сэндбокс, что он умеет. Это многоэтапность эсээ сценариев, то есть используется там смешинг, вишинг, и все вместе. И, в принципе, повышение значимости и влияние SEA на общий результат Red Team. Я на стенд-офф-толкс затрагивал уже тему социалки и говорил о том, что к нам приходят заказчики с достаточно зрелым уровнем ИБ и имеют достаточно большой профиль средств защиты, в том числе и почтовых, и в таком контексте очень иррационально, неэффективно свою нагрузку отправлять аттачментом. Неэффективно это по следующим причинам. Первое, ну, во-первых, контент-фильтр. То есть на почтовом шлюзе или на эксченже банально может быть настроен контент-фильтр на то, что снежки не доставляются в файлы с опасными расширениями. То есть мы отправим какой-нибудь LNK, HTML, JS, там даже архив какой-нибудь. Нам придет просто отлуп, что мы такие письма не принимаем, извини. Но это, конечно, не глобальная проблема, не принимают и не принимают, бог с ними. Условно, если мы там нет никаких блоговистов или нашли какой-то байпас, доставляем письмо, нас встречает почтовый антивирус, возможно, нас спалят в статике или будет какой-нибудь фолкспетитив. Тоже, конечно, неприятно, но проскочить можно, если мы используем зрелую нагрузку. Большая проблема – это, конечно же, песочница. То есть отдавать свою нагрузку на динамический анализ – это не очень хорошо. Если наша нагрузка обладает эвэйджен-техниками, ну, остается надеяться, что мы пробьемся, от письма наконец-то дойдет до сотрудника. Еще одной тенденцией является смена фишингового арсенала в связи с тем, что снижается эффективность фишинга с документами Microsoft Office. Из-за таких Microsoft Repress, как то, что в октябре 2021 они объявили, что они отключают XLM 4 макроса в Excel, в феврале 2022 они объявляют о том, что они начинают блокировать VBA макросы в Microsoft Office документов, полученные из интернета, в марте 2023 они объявляют о том, что… ну, они начинают поддушивать этот OneNote тренд, объявляют, что они заблокируют 120 опасных расширений. В связи с этим происходит снижение количества используемых офисных документов с макросами, как в дикой природе, так и в проектной практике, и происходит рост использования сценариев, использующих контейнеры и лнк-файлы. Это связано с тем, что распространители таких троянов, как Emotet, Bumblebee, Quackbot, они начинают мигрировать на них. В связи с этим растет статистика. Ну, какой-то период в контейнерах продолжают доставлять офисные документы, банально, пока они, может, не готовы были переходить, но с весны и лета 2022 те же распространители троянов начинают массово переходить на лнк-файлы, и статистика очень сильно растет. И, как мне кажется, Microsoft не смогут не замечать этот тренд, как не смогли не замечать OneNote-тренд. То есть в декабре 2022 было около шести фишинговых компаний, использующих OneNote-файлы, а в январе 2023 года их уже около 40 насчитывалось, и после этого Microsoft объявили, что они начнут блокировать опасные расширения. На примере сэмпла и мотета можно заметить, как это используется. Банально встраиваются VBS-скрипты или то, что нужно в OneNote-файл, закрывается кнопочка какой-нибудь иконкой, понятной для юзеру, чтобы он кликнул. Ну и, естественно, там никакая кнопка не нажимается, там куча-куча натыканных файликов, чтобы пользователь, не дай бог, не промахнулся. И происходит реализация логики чейна. Технически чего-то нового там нет, потому что это встраивание объектов на основе технологии Оля. То же самое было в 16-м ворде. Мы успешно применяли это на проектах, когда там нужно было различные скрипты и ланг-файлы вставлять. Но с миграцией на 19-й ворд с блокировкой по дефолту взаимодействия с опасными расширениями эта лавочка прикрылась, что и произойдет с OneNote-ами превратиться в фиолетовый какой-то обычный блокнотик с непонятным функционалом. OneNote- это, конечно, хорошо, но в контексте России они не так сильно универсальны и эффективны по следующим причинам. Первая причина — это необходимость наличия установленного OneNote на хосте пользователя. Пока что мы не встречали, чтобы OneNote был раскатан на хостах. В случае отсутствия установленного OneNote необходимо использовать облачную фруктуру Microsoft 365, чтобы по облаку получить доступ к этому OneNote, где располагается наша потенциальная нагрузка. Ну и, в принципе, это слабая распространенность использования и знакомство пользователей с OneNote-ами. Какие тут тенденции? Это снижение количества писем, содержащие аттачменты с полезной нагрузкой и, в принципе, аттачментов. Снижение эффективности фишинга с документами Microsoft Office и миграция на контейнере, на контейнеры, содержащие LNK-файлы. Теперь поговорим о способах доставки и хранения нагрузки. Наверное, глобально все понимают, что таких способов, по сути, два. Это аттачменты и ссылки. Аттачменты неэффективны, остаются ссылки. Почему ссылки эффективны и будут эффективны? Первая причина – они минуют средства защиты почтового шлюза, песочницы, которые не умеют динамически анализировать те самые ссылки. Тут чуть-чуть надо остановиться, потому что эстафетная палочка по защите корпоративной почты с уходом зарубежных продуктов. Она подброшена и поймем теми продуктами, которые остаются на рынке, динамические анализы ссылок которых оставляют желать лучшего. Что там из себя представляет динамический, точнее анализ, не динамический, а просто анализ ссылок. Есть контейнер, точнее приходит письмо, берется ссылка, есть контейнер, в GET, в KURL, скачивается HTML-содержимое ссылки. Это HTML-содержимое дается на анализ яроправилам по имеющей экспертизе. И выдается вердикт безопасно, например, там находится просто формочка для перехвата учетных данных. Безопасно? Безопасно. А то, что там за этой формочкой идет редирект на технику HTML-смаглинга и там происходит дроппинг нагрузки уже на ход с пользователя, это уже, конечно, никого не волнует, мы сделали все, что могли. Ну и в принципе нужно понимать, что анализ ссылок это достаточно сложная задача. Даже зарубежные песочницы однозначно не могли порой вынести вердикт, потому что в целом сложно понимать намерение целевой страницы, что там будет происходить. Но в свою очередь они, конечно же, и тестовые, и учетные данные вводили, и понимали, что это фишинговые формы, блокировали доставку таких писем, могли прокликать дополнительные какие-то кнопочки, понять, что нужно получить нагрузку, могли парсить со страницей пароли, условно, для архивов, чтобы разархивировать, и многое другое. Какие здесь возникают проблемы и риски в связи с тем, что защита, по сути, переходит от одних продуктов к продуктам, которые достаточно неэффективно анализируют ссылки. Первое, это то, что отсутствует технологическая возможность работать со стилкреденшал с фишинговыми векторами, не вводятся тестовые учетные данные, не блокируются формы, письма падают в почту сотрудникам. Отсутствует динамическая имитация пользовательских действий, то есть какие-то кнопочки не прожимаются, или с облака не может скачать нагрузку. То есть понятно, что пользователь зайдет, нажмет кнопку, он скачал. Песочница просто качает HTML-файл, анализирует безопасно, потому что что там вредоносного. И проблема с инфуцированием содержима HTML, условно, если применяется сильная опускация у техники HTML, смаглинга, у браузера, за браузер, атак у браузера, за мидл атак, то могут возникнуть проблемы уже при анализе яроправилами. Тут важно понимать, что при сохранении текущей технологической тенденции нас ждут огромные риски реализации фишинговых атак. И тут важно за эти два года прийти от концепции, что продукты почтовые, защиты корпоративной почты делают почту на N% безопаснее, на N% меньше вредоносов, доставляется концепция, что мы защищаем, и на этом точке никакие ссылки, никакие аттачменты нас не остановят в этом. HTML смаглинг чуть ранее прозвучал термин. HTML смаглинг – это техника скрытой доставки полезной нагрузки до такому пользователя, в которой используются легитимные функции HTML и JavaScript. Принцип атаки основан на том, что используются техники опускации кода. Закодированный JavaScript блок-объект помещается в подготовленный HTML-файл. И когда пользователь взаимодействует с таким файлом или веб-страницей, то браузер жертвы декодирует данные, и блок-объект извлекает полезную нагрузку уже на хосте нашей жертвы. То есть в обход стандартных каких-то средств защиты периметра, такие как ADS, APS, прокси корпоративные, сетевые анализаторы трафика, потому что все, что будет в трафике, это легитимный HTML и JavaScript код. Какие есть вариации использования HTML смаглинга? Первая вариация – это банальная доставка аттачмента HTML-файла zip, zip и is или просто HTML-файла. Наверное, в природе многие видели, что апатечники таким кого-то пробивают, где нет контент-фильтра. Плюсы, ну, кроме концептуальных, что нагрузка дропнется локально у пользователя, я особо не вижу, потому что здесь из минусов это очень ужасная оперативная безопасность, то, что мы отдаем свою нагрузку на анализ тем созаи, которые имеются, это то, что мы можем упереться в почтовый контент-фильтр, ну, конечно, это не особая проблема. И проблема именно то, что пользователям требуются дополнительные какие-то действия, то есть им нужно получить этот файл, понять, что его нужно открыть, потом разобраться уже с нагрузкой самой. Более эффективным способом, вектором является ссылка на веб-страницу с использованием HTML-смагглинг-техники. Из плюсов это то, что отсутствует динамический статический анализ средствами защиты, и от жертвы требуется просто перейти по ссылке. Сначала, например, веб-форма, вводятся учетные данные, потом идет логичный редирект. Для пользователя концептуально понятно, что происходит. Все нюансы HTML-смагглинг-техники я, естественно, не успею покрыть. Тут нужен целый доклад. Я собрал некоторые ресурсы с информацией попроще, как вводный, и с информацией более актуальной, например, блок-деливери, где рассказаны некоторые новые современные техники оффускации. Это можете сейчас сфотографировать, можете потом получить презентацию и почитать. Не останавливаемся. Еще одним способом, техникой доставки и хранения полезной нагрузки является облака. Все мы их знаем, Яндекс.Диск, Гугл.Диск, Дропбокс, Мейл. Панально загружаем, получаем ссылку, отдаем пользователю. Таким, например, промышляет АПТ-группировка All Gremlin, русскоязычная, работающая по русскоязычным компаниям. Дается ссылка, там архив, ну и происходит реализация чейна. Из плюсов, это большее какое-то доверие пользователей к знакомым сервисам, там Яндекс, Гугл, Мейл, мы знаем, наверное, легитимно, наверное, безопасно. Из второго плюса, например, при проведении ретим-проекта, если мы регистрируем новый фишинговый домен, то СОК, например, может задексировать либо внутри себя заблокировать, либо при фишинговой атаке очень быстро разделегировать. Если мы, например, используем свой хостинг, свой домен, то нас могут заблокировать. Если мы используем облака сервиса Яндекса, Майла, то тут проблематично, во-первых, разделегировать, это невозможно, заблокировать, конечно, возможно. Это доступность и простота размещения нагрузки. То есть, получили нагрузку, проверили, что там нет никаких детектов, залили в облако, погнали. Из минусов это плохой обсек, плохая оперативная безопасность, то, что нагрузка может учить анализ каким-нибудь облачным антивирусом, если сервис выгружает. Это оперативное удаление файла сервиса администрации, то есть идет фишинговая атака, СОК додектирует, СОК жалуется, файлы удаляют. Это плохо чем? Тем, что мы рассылаем письма. СОК, конечно, задексировал, например, пользователей не уведомил, не удалил письма из почты, сотрудник пытается сверти по ссылке, а все удалено. Естественно, если бы мы использовали свои ресурсы, свой хостинг, такого бы не произошло. И это предпосмотр содержимого для пользователя. Тоже не очень приятно, когда жертва видит все файлы, которые мы собираемся дать. Следующий способ доставки и хранения нагрузки это веб-даф. Концентуально это сводится к использованию консольных команд, выполнению консольных команд. Есть запарк User Execution Technique из экзотики в недавнем сэмпле распространителя ISID использовались юрел-аттачменты, то есть жертва кликает на юрел, получает батник, батник поступает в качестве User Execution техники, в которой заложено выполнение консольных команд по запуску удаленно размещенной нагрузки на веб-даве. Но более эффективной User Execution техникой, которую можно применять, является файл LNK с командой NetUse, банально используем NetUse, маунтим наш сетевой диск и запускаем удаленную нагрузку. Таким аналогично промышляет AllGremlin, который использует ссылки на Dropbox, архив с одним файлом LNK, LNK маунтит диск, если не может замаунтить, то, естественно, нагрузка не доставится, естественно, ее никто не проанализирует в случае чего. Возможно, тут подумают, у нас веб-клиент, он отключен. Стандартно у сотрудников никакой веб-дав ничего не заработает, но немного расстрою, если используются команды NetUse или Push, автоматически веб-клиент заработает. У меня нет прав, я не могу стартануть, даже не могу остановить, но при использовании NetUse или Push диск успешно маунтится, служба веб-клиент запускается. Какие плюсы и минусы? Из плюсов это то, что SFC-хост это будет единственный процесс, выполняющийся взаимодействия. Следующий плюс это то, что уже реализованная часть сетевого взаимодействия, то, что не нужно что-то заморачиваться, что-то придумывать, все происходит на основе расширенных команд HTTP. И это то, что автоматически присутствует стопластическое распродование прокси и амстификация, это уже базовый на самом деле критерий при работах. Недостатки это, возможно, долгий процесс маунтинга файлов диска и выполнение команд. Там появятся окошки, пользователь может испугаться, начнет закрывать, неприятно. То, что нагрузка копируется локально в кэш-клиенту WebDAV по известному пути, есть настроенные правила корреляции, какой-нибудь EDR, это может стригерить сок. И трафик ходит через все СЗИ. Какие здесь тенденции? Это низкая эффективность противодействия ринг-векторам, это HTML-смагглинг как одна из самых мощных техник доставки нагрузки в обход СЗИ и использование готовых решений для хостинга WebDAV облака. Поговорили, что мы храним, доставляем, поговорим о том, что должно доставляться, что из этого актуально, что наиболее эффективно. Так как наш чейн как минимум состоит из двух компонентов, это наша нагрузка и какая-то user execution техника, нам нужно это как-то доставить в достаточно понятном формате для пользователей, без всяких браузерных предупреждений, без каких-то плашечек, чтобы доставили и закончили на этом. Для этого нужно, можно и нужно использовать как архивы разных типов, RAR, ZIP, ZIP, образы дисков, ЦАП-файлы. ZIP, кстати, подсвечен не просто так, причина здесь проста, потому что у пользователей на хостах, возможно, не будет предустановлен какой-то сторонний разархиватор, например, 7-ZIP. Мы с таким сталкивались, нашли однажды интересный обход динамического анализа в песочнице, когда там тоже не был предустановлен разархиватор, отправлялись архивы, пользователи получали, но присылали письма и говорили, а что делать-то, как с этим работать, непонятно. Ну и пришлось, конечно, ZIP уже отправлять. Контейнеры служат не только как доставщики, они еще служат как способ обхода MarkOZWeb технологии. Наверное, многие слышали про июльскую вариацию 0D вариацию обхода MarkOZWeb с помощью ZIP, когда неправильно генерировался альтернативный поток данных и не проставлялся поток в зону получал access denied, ничего не проставлялось, успешно там бинарники, скрипты запускались без плашечек. В контейнерах, конечно же, эту байпас ZWE запатчили, одновременно с ней запатчили ZWE 2021 с 41.0.1. Почему ее так обозвали, не совсем понятно, потому что эта проблема тянется еще с Windows 8, публично, неизвестно, там с 20-го года, может даже раньше, может я плохо гуглил. Эта проблема связана с тем, что альтернативный поток данных это функция NTFS. Естественно, для файловых типов других систем он был неприменим. То есть там FAT32, UDF, ну, контейнеры банально, он не применялся. То есть контейнер помечался, а файлы в контейнеры уже нет. Но это, конечно, пофиксили, но техники обхода Mark of the Web конечно же будут находиться снова и снова. Например, вот недавнее, уже, наверное, целое семейство обхода смарт-скрина, на основе ошибки проверки цифровой подписи. Microsoft, конечно, запатчили все, но есть такое вот наитие, что там достаточно большое пространство для ресерча, потому что эту ошибку можно вызвать разными способами для ошибки логики проверки. если NMAP это швейцарский нож пентестера, то LNK файлы это такой швейцарский нож социального инженера. Классификация LNK файлов зависит от контекста использования, так как я чаще всего использую LNK как user execution технику, ну и вижу, как используется в природе. То есть, когда мы используем LNK в качестве файла, который запускает нагрузку, которую мы доставили в архиве, то есть LNK находится в одном архиве с нагрузкой, то я отношу это к user execution техникой. Но универсальность и возможности использования NMAP достаточно огромные. Это уже, о которой я рассказал про user execution технику, это user execution dropper, когда LNK выступает либо в качестве доставщика удаленные размещенные нагрузки и запуска, то есть там на Vindav, Vindav, удаленные MSI, либо с помощью техники Mband, Excel, LNK или других способов встраивания скриптов сам LNK, LNK запускается, LNK из себя извлекает в отдельный файл, в отдельную папку и запускает. Это shortcut modification, когда мы можем, например, модифицировать ярлыки, ярлыки, браузерные ярлыки, дописать функцию, дописать атрибут load existence и запускать, потом пользователь будет запускать браузер уже с установленными нашими расширениями, которые мы принесли ему на хост. И, естественно, persistence, когда мы можем закрепиться через автогрузку с помощью LNK файлов. И использование LNK на самом деле не является чем-то прям таким новым, потому что в своих TTP многие APT-группировки достаточно давно, более 7 лет, используют LNK файлы. Используя LNK файл, мы можем рассчитывать на один запуск просто банально для отработки нашей логики нагрузки. Плашка, которая приветствует пользователя в LNK, полученном аналогии, не является чем-то угрожающим и является недостаточной мерой противодействия. Также LNK файлы имеют отличную возможность по микрированию, то есть там по PDF файлы, под любой Microsoft Office документ, под бинарные файлы, если известно местоположения. И на примере BatMagic APT, расследуемый коллегами из лаборатории Касперского, можно на примере видеть, что доставляется архив, в нем LNK файл, в нем одна команда по запуску MZI-exec удаленного дропера MSI. Здесь LNK используется по моему мнению как User Discution Дропер Техника, то есть LNK пытается запустить и доставить удаленно размещенную нагрузку, которая является MSI. MSI также является таким же дропером, который будет извлекать уже основную нагрузку. Тут, точнее, целью доклада не является анализ бэкдора, коллеги, я думаю, подробно разберут на своем докладе. Здесь нам интересна цепочка заражения TTP, то есть LINK, ZIP, LNK, MSI, достаточно высокая эффективность, высокая оперативная безопасность, потому что если LNK не дотянется до MSI, развещённо, удаленно, никакой дроп, никакая нагрузка не начнёт отрабатывать. И то, что возможно, логичное завершение, так как MSI, мы можем упаковать что угодно. Этот пример выбран не просто так, дальше мы поговорим про MSI, являющийся таким универсальным контейнером для атакующих, в который можно упаковать всё, что нам необходимо. Про MSI изначально у меня было написано 15 листов материала, естественно, я это не успею рассказать, я буду сейчас очень грубо упрощать, сокращать. Есть отличный материал от Мариуша Банаха, не помню, как у него ударение, правильно, здесь никто не обидится, в котором описывают свои сценарии использования, как компилировать, в чём суть. Рекомендую к прочтению. Нас, как для атакующих, интересует такой функционал, это стандарт экшн, кастом экшн, у стандарт экшн нас интересуют такие атрибуты, как сет-директори, то есть инститивизация, каталога, установки, то есть банально, та директория, куда мы будем дропать наши файлы. Это drop files, упаковка, извлечение файлов в установленную директорию и fail installation. Чем интересен этот атрибут? Он позволяет запустить файлы, оставить висящие процессы, но и удалить файлы с диска. Из кастом экшн нас интересует exec command, атрибут, который позволяет выполнять произвольные консольные команды и запускать файлы, упакованные в binary таблицу. Это выбор прав для выполнения логики MSI, условно, если у пользователя есть права администратора, то мы можем запустить наш MSI, дропнуть нагрузку и запустить ее уже с правами системы. Это выполнение VBS и JS скриптов. Перед тем, как, например, выполнить нашу нагрузку, мы можем исследовать систему, применима наша нагрузка, неприменима. И так как MSI обладает большим потенциалом и управлением логикой извлечения, мы можем остановить запуск, само удалиться. Объединив все это, получаем, что у нас есть упаковка хранения файлов в MSI разными способами, извлечение файлов в нужную директорию, выполнение произвольных команд и то, что мы можем запускать скриптит для изучения системы. Мариуш в своем материале рассказал про упаковку файлов погружения в MSI с помощью бинерной таблицы. Этот способ не очень универсален и эффективен по той причине, что помещенные файлы в MSI и произвлечение, они будут запущены из временного TMP файла, что не очень удобно. Если у нас, условно, 5 файлов, упакованные, 5 файлов запускаются, а какие-то нам нужно куда-то переместить, как-то по-другому запустить. Это неудобно. Я хочу немножко дополнить его материал. При ресерче и написании своего инструмента наша команда обнаружила, ну, в принципе, его несложно было обнаружить, функционал Drop Files, его отличие от бинерри, то есть при бинерри упаковке файла в бинерри таблицу используется банально B64 кодировка и он строчечкой хранится в самом SIE в бинерри таблице и при разрешении это все декодируется для запуска. Чем нам интересен Drop Files? Тем, что мы упаковываем, сжимаем, упаковываем файлы в ЦАП-контейнер и при дропе с самой нагрузки тех файлов, которые мы упаковали в установленную директорию, у нас будут цельные файлы, то есть если мы упаковали PDF, там Word, какую-то нашу бинарную нагрузку или не бинарную, то все это окажется цельными файлами в директории, мы сможем взаимодействовать и запускать с помощью exec command атрибута custom action. То есть устанавливаем директорию, выдаем список файлов на упаковку, можем заполнить метаинформацию разную и также можем сразу с помощью LNK закрепиться на системе. также присутствует возможность создания UI-бандлов, чем это примечательно, тем, что условно, если у нас есть сценарий на обновление какого-то программного обеспечения или установка какого-то программного обеспечения, мы можем создать такой UI-бандл, слинковать его с MSI, с ранее сгенерированным и отдать юзеру. То есть при взаимодействии появится достаточно интуитивный, понятный, знакомый интерфейс установки. Какие здесь тенденции? Это то, что большое внимание уделяется оперативной безопасности, никто не хочет отдавать свою нагрузку просто так, если ее невозможно реализовать на хосте, то лучше ее не отдавать. Это контролизация полиции нагрузки, поиск различных обходов Маркуз и Веба, это то, что LNK на данный момент главная юзер-резъюшн техника и огромный потенциал и универсальность файлов MSI. Теперь немножко поговорим про сил-креденшал с вектора, про две концепции, найденные исследователем мистером Доксом. Первая концепция заключается в браузер-забраузер-атаке. Мистер Докс задался вопросом, как бы нам сделать менее эффективной проверку URL-адреса, потому что даже в школе уже учат на уроках информатики, что если вы хотите что-то ввести, проверьте лучше, правильный ли уру или неправильный. концептуально это выглядит как то, что мы даем ссылку на нашу браузер-забраузер-платформу, там находится кнопочка, по кнопочке подгружается формочка, в формочку вводятся креды, креды перехватываются, ну и происходит какая-то дополнительная логика. Технически это выглядит как то, что мы находим где-то на внешке или не на внешке, может, по памяти рисуем форму, различаем ее на своем веб-ресурсе, на своем сервере дополнительно еще раз клонируем, только убираем поля ввода, оставляем кнопочку, для кнопочки дописываем с помощью JS-а и фрейма обработчик, который подгрузит удаленно размещенную правильную форму в это всплывающее окошко. Ну, в целом, на этом все. Но я прям не чувствую какого-то значительного импакта для атакующего, для применения этого, в силу таких причин, то, что слабая распространенность таких всплывающих окон в пределах корпоративного контура, мне кажется, никто не встречался в корпоративном контуре с всплывающим окном, только у каких-нибудь там Google сервисов и так далее. И в целом, то, что достаточно паттерновый вызов этого самого окошка, например, PTS-inbox, достаточно большой запарк вызовов функции детектирует, но, конечно, никто не отменял офискацию и усложнение детектирования. Более интересной концепцией является браузер in-the-middle-атака для обхода двухфакторной асфикации. Многие браузеры, ресурсы борются с классическими MIT-ом-атаками, man-in-the-brauser-атаками, естественно, сила противодействия рождает силу сопротивления и появляются новые концепции по обходу этих мер и по обходу двухфакторной защиты. Как концептуально это выглядит? Нам необходимо, конечно же, как-то незаметным образом внедриться между браузером, между пользователем и получить доступ к тому ресурсу, который нас интересует. То есть мы предоставляем ссылку, предоставляем ссылку по сути на наш сервер и у пользователя жертвы открывается браузер в режиме киоска на нашем сервере. Как это делается? За счет чего? Банально, как облачные сервисы, например, предоставляют графический доступ к виртуальным машинам посредством VNC. Архитектура – это виртуальная машина на Nix-овый OS, это раскатанный, запущенный VNC сервер, это ПО для графического предоставления доступа, но он VC, там TeamViewer, Google Chrome Desktop какой-нибудь, что удобно, как вам удобно это будет связать, и браузер в режиме киоска. В динамике это выглядит, как мы получаем ссылку, переходим по ссылке, у нас открывается, как мы понимаем, браузер, на самом деле это браузер в режиме киоска на сервере, мы пытаемся ввести креды, я очень медленно набираю креды, неправильные креды, если ввел правильные креды, пришло бы уведомление от двухфакторки. Какие есть возможности? Так как это наш сервер, мы можем там что угодно, во-первых, предустановить, это использование Man on the Browser Attack, то есть предустановка сразу каких-то расширений нами написанных, это к более таким агрессивным техникам относится, к более таким пассивным, это, конечно, кейлогинг, это потом экспорт куков, это экспорт профиля, ну и в принципе доступ к активной сессии, это наш сервер, мы делаем, что хотим там. Какие есть недостатки? Это очень ужасная, очень ужасная оперативная безопасность, так как мы предоставляем доступ к нашему серверу, то логирование нужно производить не на самом сервере, браузере, на the middle платформе, а отправлять кладки данные, в силу того, что существует риск киоск-байпаса, выхода за пределы браузера, получения доступа к серверу. В силу этого необходимо браузер запускать в контексте урезанного пользователя. Также присутствуют архитектурные такие особенности, минусы, то что есть проблема с буфером обмена, если у пользователя какой-то очень сложный пароль, который он постоянно копирует из кипаса, он его не сможет ставить, не работает правая кнопка мыши, кнопка назад поменяет браузер у пользователя, а не на платформе, и там некоторые еще графические нюансы, статичный URL, и атака пока не работает на мобильных устройствах. Но, например, если скомбинировать браузер in the browser атаку и браузер in the middle атаку, можно взаимоисключающим методом некоторые минусы чуть-чуть закрасить. Например, у браузера in the browser не дописывать логику функционалки для каждого сервиса, который может попадаться у заказчика, а у браузера in the middle скрыть, например, статичный URL и некоторые графические минусы. Какие тут тенденции? Это то, что классический фишинг все так же важен и эффективен, то есть мы получаем пробив, если у нас есть креды, мы сразу же, например, если есть доступность сервера сертификации, собрать шаблоны, посмотреть уязвимые, если есть эскалации, скалируемся, получаем максимальные привилегии, разливаемся по инфраструктуре. Это то, что прогресс фронтента поождает прогресс фишинговых техник и то, что появляются достаточно мощные концепции по обходу двухфакторки, ну и в целом фишингу. Киллчейны в дикой природе. Я собрал два киллчейна, которые мне нравятся концептуально, которые я считаю эффективными и универсальными. Первый мы уже на самом деле разобрали, это BatMagic APT, которые используют Link, Zip, LNK, MSI, которые гарантируют то, что LNK эксплуатабельный на всех Windows системах, гарантируют то, что выполнится команда. Условно, если у нас до MSI не дотянется LNK, то нагрузка не доставится на хвост. Это хорошая оперативная безопасность, файлы не попадут на анализ соку. Второй, это вариация разноплановых HTTP, которые используются APT-группировками. Это используются, например, PDF-файлы, в которых встроены ссылки. Ссылки ведут на тот же Дрокбокс, Google Диск или на какие-то пробитые, например, WordPress ресурсы, на которых хостится HTML-смагглинг. HTML-смагглинг, например, дропает контейнер, ISO-файл. Высо находится, если не отображаются скрытые элементы 1 и LNK, если скрытые элементы отображаются, то заметно, что там находится все необходимое для отработки всей логики чейна. LNK выполняет одну команду, он стартует бинарный файл, который является переименованным просто PO-адоба с цифровой подписью и реализует логику для отработки техники дилей сайт-лоудинга. Как повысить эффективность своего килл-чейна? на спуффинг в 2023 году. Используя зарубежные решения на почтовых шлюзах, многие уже, наверное, забыли о том, что возможен спуффинг корпоративного домена. Я на самом деле тоже забыл, в какой-то момент перестал проверять, но с уходом зарубежных решений скрылся тот факт, что меры про противодействие спуффингу недостаточные. На одном проекте мы нашли спуффинг, нам стало интересно, на своей инфраструктуре мы провели эксперименты, чтобы разобраться в вариациях спуффинга, чтобы написать рекомендации по защите от спуффинга и написанию корреляций для СИЭМа, для такого временного решения для тех, у кого нет возможности на почтовом шлюзе детектировать. В начале года я предлагал ПМам предложить всем, кому можно, бесплатную проверку спуффинга. Какого-то потока желающих я не увидел, возможно, посчитали, что это нереализуемый риск, но кому это интересно, приходите, проверим, поможем настроить. А, важный факт. Мы нашли четыре вариации спуффинга, три вариации это спуффинга основного корпоративного домена и одна вариация спуффинга условно от произвольных доменов организации каких-нибудь, ну легитимных, естественно, не оба что. Но в целом существует, конечно же, запарк усилить свой киллчейн, то есть, например, рассылать из доверительной среды, если у нас есть возможность войти в корпоративную почту ВОВу, мы можем зайти, поизучать, с кем пользователи общаются, с кем у него выставлены доверительные отношения и слать уже на более уязвимую группу. Это использование корпоративно-житейского такого сценария. Их наберется не очень много, но они будут стрелять от проекта к проекту. Я очень не люблю сценарии вида там, смотри, у нас корпоративные скидки, классно, и что, мне все равно. Или сценарии, которые имитируют очень сильную важность, побуждают, угрожают, говорят, не перейдешь по ссылке, штраф, уволят. Телеграм, если нам возможно, мы можем использовать мессенджеры на проекте, это сильно увеличит результативность нашего киллчейна и позволит не слать нашу нагрузку через СЗИ, через корпоративную почту. Использование вишинга очень сильно повышает результативность, то есть голосовое воздействие, оно как-то сказочно работает на сотрудников. Если ты им позвонил, объяснил, что сейчас будет, что ты потом напишешь, например, в Телеграм или прислешь письмо, гарантированно какая-то реакция последует. Да, возможно, не до конца юзер пойдет в вещейн, но кто-то это сделает в любом случае. Это хостинг-нагрузки на пробитых ресурсах организации, в случае, например, если не у всех, точнее, в организации у пользователей нет свободного доступа в интернет, используется, например, какой-то white list к доступу по корпоративным ресурсам. Если мы там что-то пробили, но нам не показался интересным ресурсом, какая-то плохая видимость, что-то нам не подходит или готовы разменять это для развлечения нагрузки, то можно использовать такой вектор. И последний вектор, который я смог придумать, который мы использовали, это спирфишинг с помощью сервиса, но не рассылка писем с помощью сервиса, а условно мы пробили какой-то корпоративный ресурс, расположенный на внешке, Storage, VKS. Мы знаем, что там достаточно большой поток пользователей. Что мы можем сделать? Это разместить какую-нибудь плашку о том, что вам необходимо обновиться, пока вы не обновитесь, вы не получите дополнение, выдаем, не получите доступ, выдаем пользователю, чем ему обновиться, ссылку или сразу zip дропаем ему, он идет, обновляется, плашка исчезает при следующем заходе, мы получаем пробив, мы довольны, пользователь обновился, получил доступ к сервису, он тоже доволен. Здесь я собрал полезные ресурсы по социалке, это, конечно, Марио Жбанах, у него, кстати, выступление, вот когда, через 10 дней на Warconfe, он также будет рассказывать про Model Initial Access, тем, кому интересно, я советую не пропускать. в Твиттере это Will Dorman, если появилась какая-то новая CVE в контексте социалки, то скорее, либо он ее нашел, либо он знает какие-то подробности, сидит ночами, изучает, можно почитать, ну, и другие ресурсы, не менее полезные и важные. На этом все, спасибо за внимание. Добрый день, Константин, спасибо за доклад. Скажите, пожалуйста, как вы оцениваете перспективы Vision Attack с использованием системы технологий подмена номеров, в том числе перспективы их развития и защиты? Да, спасибо за вопрос. А такое сейчас и используется, как проходят классические Vision Attack, они же проходят с подменным номером там Сбербанка и так далее. Эффективность? Я, был кейс, когда я звонил сотруднику. Сотрудник оказался не из простых, он говорит, а почему не твой номер? Я такой, действительно, а почему? Потому что я не удосуживался, чтобы подменить номер. Я считаю, что это намного повысит эффективность именно Vision Attack то есть, если мы позвоним с подменным номером сотрудника, сотрудник, знающий, что номер вот такой, он, и вот это ему дополнительная галочка, что легитимно, скорее всего. Еще вопрос? Спасибо большое, очень интересный доклад. Хотела спросить просто мнение, что ожидает нас в ближайшее время? Ну, я видела, было написано 25-й год, год фишинга. Как ты считаешь, появится ли какая-нибудь новая методика или из действующих что-нибудь ждет нас прям огромный рост? Из действующего? Мне кажется, огромный рост ЛНК уже многое, что значит. Майкрософт не может с ними справиться достаточно давно, о них известно. что-то новое, ну, я не могу прогнозировать наперед, конечно, от год в году появляются новые техники, что-то устревает, вот, например, Ваннот появился, Ваннот порезали, прям, не дав ему развиться. Конечно, все возможно, я не экстрасенс. А, и меня просили сказать, что за интересные два вопроса будет мерч. Да, здравствуйте, спасибо за доклад. Я хотел бы в продолжении одного из вопросов в развитии, так сказать, есть ли перспективы для фишинговых атак использовать новые достижения в искусственном интеллекте, в том числе для вишинга и других? Да, понял вопрос, спасибо. Я как-то баловался с этим чатом GPT, и мне даже мой руководитель спрашивал, говорит, Костян, какие перспективы? Я говорю, перспективы, ну, можно, например, писать сценарий, если очень правильно, грамотно задать, то если не можешь сам, чат GPT может накидать хотя бы идеи, чтобы от чего-то стартануть. Большое подспорье в развитии искусственного интеллекта того же чата GPT в том, что, например, какие-то технические сложности, если возникают, и правильно ему задать критерии реализации, он поможет это реализовать. То есть тебе не нужно будет убивать временное гугление, переходы на разные ресурсы, тут что-то устаревшее, это не работает, это ты можешь долбить этот чат GPT, пока он не сделает правильно, если ты на чем-то застрял. Это не решение проблемы социального инженера реализации, это инструмент. В правильных руках он предоставляет большую силу. Может, пожалуйста, микрофон? Привет, спасибо за доклад. У меня такой вопрос. Ты совсем скользь упомянул этап разведки, а именно разведки установленных СЗИ и какие там политики накатаны для того, чтобы, допустим, CMD не выполнялась или там NetUse запретить. Расскажи, пожалуйста, подробнее, как вы делаете разведку и какие тактики и техники применяете. Да, спасибо за вопрос. Но я же об этом рассказал не случайно, а специально. Конечно, я не могу раскрывать все нюансы, которые мы используем. Если говорить про разведку, первое, на что я обращаю внимание, это, конечно же, служебные заголовки письма, потому что в последнее время очень часто в этих заголовках не используется, например, постфикс, который будет вырезать эти заголовки, палятся те СЗИ, которые используются на почтовом слюде. Условно, достаточно часто встречаются security, email, gateway решения от Касперского, не вырезаются заголовки от антиспама, антифишинга. То есть я начинаю понимать, там раскатан Касперский, скорее всего, там еще раскатили сэндбокс. Я понимаю, какие нюансы использования сэндбокса, что он может у них, что не может, и от этого уже отталкиваюсь использовать свой чейн. Если говорить про хостовую, то, естественно, сначала есть предварительные какие-то отправляемые сценарии, то есть мы изучаем, какой транспорт идет наружу, есть ли TCP, есть ли DNS, CMP, что там, что в принципе разрешено на Хосе, сможем ли мы правильно применить тот ресурс, который у нас есть. Если не можем, мы не будем засылать, либо будем дорабатывать нашу нагрузку. Спасибо большое за доклад. Еще мне на самом деле два коротких вопроса. Первый, мы сегодня много поговорили про на самом деле винду и ее инфру, но сейчас импортозамещение, Linux и Mac, это наше будущее. И как ты думаешь, какие у вас здесь есть техники и тактики, которые вы могли бы сегодня рассказать? И второе, вроде бы из всех перечисленных методов, плюс-минус они в 21-м году перестали работать. Там даже статья от фланга, они от 18-го года, ну то есть смаглинг и все остальное уже много где не работает. Спасибо за два вопроса. Отвечая на первый, про Linux, когда столкнемся, будем думать, коллеги из отдела анализа вредоносного ПО, по-моему, делали доклад про атаки на Linux, можно туда обратиться. Мы пока не сталкивались с Linux, то есть не нарабатывали, ничего столкнемся, будем изучать. Уже есть предпосылки, мы знаем, где используются уже не Windows-системы. Отвечая на второй вопрос, HTML смаглинг, техника, хоть и 18-го года, она активно используется, активно в 23-м, 22-м, на наших проектах в дикой природе, успешно применяется. Здесь вопрос не в самой технике, здесь вопрос в методах опускации. То есть, если, конечно, там B64 и известные функции, конечно, это все детектируется. Но если используется продвинутая техника и опускация, HTML смаглинг продолжает работать и будет работать, я думаю, пока JavaScript не выпьет совсем с фронта. Но такого, я надеюсь, не будет. Константин, спасибо за доклад, очень интересно. Вам не кажется, что вот те утечки, которые произошли в прошлом году, они очень недооценены всеми нами, исходя из того, что они очень большой пласт уже первоначальной разведки дают. То есть, оттуда мы очень много можем узнать информации о сотрудниках компании, где они работают, на каких сервисах зарегистрированы. Некоторые утечки предоставляют и паспортные данные. Мой первый вопрос, собственно говоря, используете ли вы в разведке утечки, которые происходят постоянно. И второй вопрос, поскольку вы занимаетесь реттимингом, были бы у вас задачи по реттимингу на цепочку поставок именно через почту, когда в почте не доставляется полезная нагрузка, например, нужно, ну, настраивается там пересылка почты и, ну, идет какая-то переписка, и бухгалтеру уже злоумышленник начинает отвечать, перечисляйте деньги на этот счет. И, ну, были ли такие сценарии у вас? Спасибо. Да, спасибо, кстати, очень интересный вопрос. Отвечая на первое, конечно, используем. Гемотест, Яндекс.Еда, господи, что за чудо-утечки, как у меня с них горело, особенно с гемотеста. От проекта к проекту, условно, когда невозможно собрать нормальный скоп, мы знаем адрес заказчика офисов, можно по Яндекс.Еде сначала начать пробивать, получать номер, но есть такая утечка гемотест, там фантастические данные, и это все активно используется. Я не думаю, что это не до ценового. Я думаю, все понимают риски, что это утекло и используется активно. Это активно собирается злоумышленниками, активно парсится данная, активно актуализируется. Это очень большой риск на самом деле. Отвечая на второй вопрос, не применялось, но это очень интересный вектор, потому что при том же интернет-фишинге можно вклиниться в переписку и начать что-то дополнительно рассылать. Не реализовываясь на проектах по силу причин тому, что и остальное стреляет. Если когда-то придется выдумывать что-то экстраординарное, то, конечно, вклиниться в переписку. Это как один из наиболее эффективных векторов, потому что у сотрудников идет постоянная переписка, и они уже более расположены к тому, что там произойдет. многие АПТ-атаки строятся на том, что они ломают почту, встраиваются в переписку и начинают рассылать вложения или просить куда-то перейти. Это очень эффективный метод. Спасибо. Привет. Спасибо за отличный доклад. Мне очень понравилось. И у меня очень интересный вопрос, и он требует контекста. Значит, я буквально пару дней назад проходил у вас практику в Positive Technologies. Это у меня преддипломная. И в качестве проекта я делал по сути автоматизированное средство, которое генерирует фишинговые письма для индивидуального сотрудника. Я знаю, чье это. На основе e-mail и DNS трафика от пользователей. Насколько актуальны входные данные для вас для создания фишинга? То есть как вы получаете входные данные, когда генерируете фишинг? Входные данные ты имеешь в виду скоп, там фокус-группу как фермируем или что? То есть условно персонализируете либо фишинг, когда... А, понял. Для кого-то, да, для кого-то нет. Потому что я говорил про сценарии, про корпоративно-житейский сценарий. Используя такие сценарии, есть возможность не персонализировать фишинг, то есть не использовать этот воулинг, когда мы изучаем жертву, уходим по страничкам, что-то изучаем про нее. Потому что, во-первых, это грязно, мне неприятно это делать, копаться. Порой ты лежишь, потом ночами думаешь, господи, что я делаю? Зачем я это делаю? Потом вспоминаю, что я делаю ради безопасности. но прям какой-то жесткой персонализации мы не проводим. Мы можем, вот когда была в сентябре мобилизация, были утечки паспортных данных, то в контексте сценариев про повестки, про отстрочки использовались, конечно, персональные данные, то есть паспортные данные, чтобы усилить сценарий воздействия на человека. Это такой мини-максимум того, что делается. Понял. И есть как-то за тобой следить в социальных сетях? Я не люблю публичиться. Хорошо, спасибо большое. Если хочешь, могу дать телеграм, будешь писать. Хорошо, большое спасибо. Спасибо. Георгий, убери там все эти глушилки. Спасибо за доклад. У нас тут возник небольшой вопрос. Есть ли какая-нибудь статистика, ведутся ли больше на вишенк атаки, если их проводят со стороны противоположного пола? Например, если айтишнику девушка позвонит и что-нибудь расскажет, будет ли высшая вероятность успеха? Я не могу перевести такую статистику, потому что звоню я. Я не знаю, насколько женский голос может повлиять на человека, но думаю, более воздействован будет, чем от меня. было бы неплохо иметь такую функцию в команде. Спасибо за вопрос. Все? Говорят все. Извините. Спасибо. Про вопросы про мерч. Очень понравился вопрос. Ты не представился, не помню имя. два вопроса было про утечки. Очень хороший. Второй бы, блин, у меня, извините, порой вопросы вылетают из головы. Был вопрос про как раз HTML смагглинг и неактуально. Или человек ушел уже. А, вот. То, что это неактуально. Это, конечно, хорошее заострение, что как бы известно об этом давно. Скорее всего, это неэффективно. Нет, отнюдь не так. Это все модернизируется, все развивается. Это от года к году стреляет. Если можно, то этим двум людям мерч. Всем спасибо за внимание. Приятно было всех видеть. Perquè. ПОТИТСМИНСКОР